Друзья, сейчас вы наблюдаете как исполняется моя маленькая мечта. Всем привет, с вами Екатерина Голшева aka Большой Зад. Я очень хотела побывать в Бразилии и в Индонезии. В Бразилии я побывала, а Бали меня только ждет. Сейчас мы с вами отправляемся, я беру вас чтобы вы все смотрели. Я постараюсь все показать и вообще я очень рада, что у меня есть вы, люди с которыми я могу разделить такое прикольное событие, потому что вы не представляете как я счастлива на данный момент. Погнали! Самый крутой влог. Мы уже где-то сейчас стоим в очереди, даже плакать хочется, вот честно. Как все думают, что я бразилиянка, да? Ой, тоже вкусно. На квадроциклах мы перевернулись. Мам, привет, я тут не делаю ничего страшного, поэтому ты можешь не переживать. Нет. Сначала мы летим до Китая, потом у нас там пересадка 5 часов и потом уже до Бали. В Китай я, конечно, еще не была. А до Китая, между прочим, 10 часов лететь. Но сейчас ночь, поэтому я думаю, что я буду спать. Китай. Смотрите, ребята, я буквально 2 часа в Китае и я уже понимаю, что тухнать не станал. Вот, например, у нас 17 выход. Погнали! Я на самом деле очень хочу кушать, потому что мне как-то плохо и мне нужны супчика. Но полет до Китая прошел вообще успешно. Я все время проспала, я легла на пол, уснула и проснулась уже, когда выносили завтрак и буквально полтора часа оставалось лететь. Я надеюсь, что сейчас время тоже помнит незаметно. Вот эти вот 3 часа, которые остались и вот эти 5 часов до Бали пройдут тоже мега быстро. Блин, ну жалко, конечно, не вариант туда выйти, потому что мы очень долго стояли, пока проходили новый контроль. Два с половиной часа времени заняло. И сейчас покушали, и вот скоро уже будет посадка. Добавили еще чуть-чуть. Господи, я просто счастлива, очень счастлива. Поэтому на Китай вы можете посмотреть через окно. Я не знаю, может, это, конечно, странно, или у меня какие-то вкусовые запахи, рецепторы, или как это называется, чуть испорчено. Но когда я вышла, я такая, почему кажучи воняет? Это так воздух пахнет. Короче, очень странный запашок у них тут. Мне не по душе. Я на Бали, я на Бали, я на Бали, я на Бали. Время, ребят, час ночи. Мы должны были полететь в 00.10, но задержалась немножечко. Все, все, осталось, чтобы нас встретили. Сейчас доехать до виллы, расположиться. Я просто в таком предвкушении, но я думаю, что уже покажу все завтра, не буду на темное все показывать. Поняли, чтобы светло было, чтобы все увидели, посмотрели. Вот, а пока что мы, я на Бали. Первое утро на Бали, let's go, погнали. Время уже где-то 12 часов, и мы отправляемся гулять, смотреть территорию, искать байк, чтобы его взять. И сейчас хочу показать вам небольшой рум-тур, показать виллу, на которой я остановилась. Такой вот бассейнчик. Видите, какая кроватка. Это вообще кайф. Мне кажется, вот так он валяется тут. Чинить. Лежаки. Открытая гостиная. Диванчик. Телевизор. Дырки. Чтобы зарезали всякие тарантулы в стол. У меня такая кукла, по-моему, большая. Пойдемте покажу внутри. Вот кот. Кровать. Зеркало. Такая вот. Я уже собралась. Я ничего не перепутала. Пускай все думают, что я бразильянка, да? И заходим в ванну. В ванну вообще, на самом деле, прикольная. Такой открытый душ. Но когда тут идет дождь, мы будем еще мыться и под дождем. А самое интересное, что тут есть ядовитые, короче, ящерицы. И говорят, что от них нужно закрывать щетки, предметы личной гигиены. Иначе, если проползет ядовитая ящерица, то вы можете отпущиться на 10 дней. Сейчас идем изучать территорию, местность, искать байк. А дальше будет Лида. Я просто не верю своим глазам. Очень красиво. Мы пришли смотреть на закат. Ну, я вот так вот села. И вот так вот смотрела и не верила, что я вижу это своими глазами. Даже плакать хочется, вот честно. Рассказываю про интересное место на Бали. Луна Beach Club. Это где-то в районе Чангу. Если вдруг вы захотите просто покупаться, провести круто время, то вам нужно обязательно сюда. Оно работает до 12. Это еще считается как клуб. Я в восторге, но цены тут на самом деле хорошие. Так что имейте в виду. Но тут безумно красиво. Тут, знаете, весь вайб вот этот вот балийский передается. Еще немного греческого вайба присутствует. Еще тут прикол такой, что тут небольшой аквапарк. Можно считать, тут есть горка. И сейчас я с нее прокачусь. Короче, мы приехали на водопад. Мы взяли экскурсию. Мы сегодня посмотрим два водопада. Будем на каких-то качелях с видом на рисовые поля. Какой-то обряд очищения или что-то такое мы будем проходить. Очень интересно посмотреть. Я хочу сделать очень красивые фотографии, потому что я видела водопады, на которых мы будем. Это вау! Приехали, короче, на следующий водопад. И думали, сделаем просто невероятные красивые фотки. И просто посмотрите на эту очередь. Но тут водопад прям балдежный. Я вслаблю фотки, которые мы сделаем, потому что я хочу очень красивые фото. Мы уже где-то час стоим в очереди. Туда фоткай. Вот туда. Я думаю, что еще минут 10-15. И надеюсь, у меня получится сделать красивое фото. И солнце не зайдет. В очереди отстояли. Сделали очень крутые фотографии. Я прям в восторге. Я очень рада. И видео красивые там поснимали. Стоило того. Сейчас дальше мы приехали на кофейную плантацию. Ооо, тоже вкусно. Вкусно. Так, значит, что у нас сейчас на данный момент происходит? У нас происходит ужин. Или это обед? У нас происходит обед. Пришли кушать с таким потрясающим видом. Как вы понимаете, тут люди на качеликах вот так вот качаются. Я уже покачалась. Тоже взяла платье, короче, только черного цвета. Оно так развивалось. И, как обычно, знаете что? Я забыла снять это на влог. На самом деле безумная красота. Это вот рисовые поля. Чуть больше мы потом посмотрим на эти рисовые поля, когда поедем в Убуд. Потому что в Убуде, говорят, прям самое красивое. Я, как могли заметить, немножечко подгорела. Короче, приятного нам аппетита. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы приехали кататься на квадроциклах по грязи. Заедем в какую-то пещеру, проедем рисовые поля. Ну, в общем, такой небольшой, экстремальный путь нас ждет. Вот, а после можно будет покупаться вот тут вот басики, смотрите. Сейчас мы, получается, находимся в Убуде. И, возможно, после мы еще заедем на водопад. Потому что до Убуды мы ехали целый час. Мы отказались от трансфера, чтобы не ехать на машине. Потому что на машине мы поехали 2,5 часа где-то. И поехали на мопеде. Надеюсь, будет круто. Я, блин, еще, знаете, какая глупая не взяла этот водный чехол. Ну, думаю, нормально. Думаю, не так сильно много грязи будет. Посмотрим. Ну, все, let's go. Поехали. Включение. Поехали. Я очень надеюсь, что со звуком все хорошо, так как на квадроциклах мы перевернулись. Я это не сняла, потому что у меня в это время камера была спрятана вот тут вот. Я так пересралась, честно говоря. Хорошо, что все обошлось. Мы вот так вот, короче, крутились, крутились, крутились. И нас занесло. Сейчас, после того, как мы покатались, пришли в такой миленький бассейн. С красивым видом. Сейчас будем купаться и отдыхать. В целом, что мы и делаем все эти дни, поэтому снимаю достаточно мало. Хотела по возможности показать все-все-все-все, но поняла, что я не справлюсь. Знаете, это каждый раз у меня так. Я лечу куда-то и так, а думаю, у меня будет самый крутой в лоб. А потом в моменте, когда ты ходишь, смотришь все эти красоты. Некоторые ты даже просто забываешь снять. Потому что мозг полностью отключен, и ты погружен в этот отдых. Друзья, всем доброе утро. Сегодня шестой день. Мы выехали с именика, с нашей Билы, на которую мы заезжали. И теперь мы выбрали район Ул-Вату. И решили, что теперь хотим пожить в отельчике. Поэтому мы сейчас выдвигаемся туда. Ехать где-то час, максимум полтора, сказали. Также по пути до отеля. Так как у нас заселение только в три часа, мы решили, что заедем на один пляж, потом на второй пляж. И посмотрим, короче, пляжи разные. Такие вот дела. Мы приехали на пляж Мингиад, или что-то. Короче, он как-то так называется. Немножечко сейчас позыграли. Тут мы будем где-то примерно полтора часа, и потом поедем на пляж Квандава. Купила себе такую вот шляпку. Долго я искала, не могла найти. И так рада, что нашла. Теперь я настоящий турист. Какая моя шляпка? Напишите в комментариях. Короче, ребят, хочу вам немножечко рассказать, что вообще происходит, потому что я понимаю, что вы не понимаете. Изначально, когда мы прилетели на Бали, мы через приложение забронировали себе виллу. И мы были, получается, шесть ночей первые на вилле. И дальше у нас не было жилья вообще. И мы думали, что мы его, типа, найдем тут. И тут мы вчера сидим, и я такая, ну все, нужно бронировать отель какой-то. Мы такие, как это делать? Я изначально просто думала, что мы поедем, мимо отеля какого-то проедем. А тут из-за того, что все глобально далеко друг от друга находится, и мы решили переехать в Улувату. Это вот как раз я говорила, что от Семеника до Улувату где-то примерно полтора часа. Вот, и когда мы решили, что мы переезжаем в Улувату, я такая, блин, а может быть забронировать на лукинге? Но там я слышала, что очень часто можно наткнуться на обман. Мы решили рискнуть. Начали смотреть разные варианты с отелями, и цены максимально разные. Там, я не знаю, от трех тысяч евро до минимальной, там, 150. И мы наткаемся на этот отель, который сейчас приехали, и он стоил 200 евро. Ну, типа, грубо говоря, тысячи двадцать рублей. И я такая думаю, что-то как-то дешево. Вдруг это какой-то обман. И я так переживала, когда мы сюда ехали. Я думала, что бронирование либо не пришло, либо это какая-то пеня. Потому что мне еще пришло на почту сообщение совсем с другим адресом. Не на Бали остров, а другой остров, что мы, типа, забронировали отель там. И я такая, все, нас точно на***вали. Но нет. Мы попросили своего гида, с которым ездили на экскурсию русскоговорящим, позвонить и узнать, есть ли бронирование. В итоге, да, все окей, все есть. А мы приезжаем в этот отель. Мы, получается, поднимаемся, смотрим. Номер хороший, светлый, просторный. И все окей, все мне все нравится. Но мы изначально забронировали вид на город. И чуть-чуть нам пришлось доплатить за вид на море. Поэтому у нас вид на гольф и на море. Сколько мы наплатили? Два с половиной миллиона рупий. Ну, короче, в целом вышло примерно что-то где-то 30-35 тысяч рублей. То есть, чтобы вы понимали, это действительно очень недорого. Короче, я поэтому и испугалась, что вдруг нас обманут. Я просто боюсь других странок решать какие-то вот эти вот вопросы. А я еще не знаю английский. Короче, мне прямо это реально тяжело дается. Так, ну что, ребят, давайте рум-тур. Заходим, получается, в ванную комнату. Тут такое... Вау! Я вот тут вот буду плавать. А это такая вот ям. Тут туалет с такой дверкой. И тут еще есть душ. Такая спальня. С большой, гигантской просто кроватью. На самом деле она реально очень большая. Но есть минус. Смотрите, тут окно прямо в туалет. Все как обычненько, стандартно. На самом деле очень много места. И вот такой вот вид из окна. Это получается гольф-поле. Там играют в гольф. А вот там вот океан. Такой приятненький, миленький, светленький отельчик. Ну что, друзья, мы приехали в Beach Club. Какой-то очень классный воловато. Вообще, как я понимаю, второй по популярности. Вот так вот он называется. Ну вообще, я думала, что можно будет сюда приехать. Просто так полежать. Ну и на месте забронировать, сесть. Но как оказалось, нет. Нужно бронировать заранее. Поэтому вчера мы забронировали на сегодня. И сегодня проведем прекрасный день у бассейна. Мой обед выглядит сегодня вот так вот. Я счастлива. Угадайте, куда мы приехали. Мы приехали в Порш, чтобы поехать на Нусапениду своим путем. Я не знаю, что из этого получится вообще. А я очень хочу прыгнуть с таразанки, честно говоря. И там на Нусапениду очень красиво. Вот эти вот всякие картинки, которые вы видите в Пинтересте. Это вот как раз таки все на этом острове. Это отдельный остров от Бали. Это не сам Бали. Ох, ребят, мне давно так страшно не было. Если бы я сдала, что тут такие дороги, не знаю, поехала бы я или нет. Вы посмотрите. Вот сюда я буду прыгать. Это же обосраться просто. Добирались до сюда. Три часа почти. Надеюсь, это того стоит. Пока что мне не страшно. Ну, я в Сочи прыгала 270 метров, между прочим. Тут 130, но тут главное самый красивый вид, понимаете? Это лучше, чем в Сочи. Вот я очень жду своей очереди. Я хочу прям прыгнуть и вот так вот руки, знаете, раскинуть. Мам, привет. Я тут не делаю ничего страшного, поэтому ты можешь не переживать. Б**ть! Нет! Что-то тут страшнее, чем в Сочи у меня было. Что-то я перепугалась. У меня до сих пор немножечко потряхивает. Там безумно, конечно, красиво, вау. Ну, мне действительно было, как страшно. Когда я прыгала, намного страшнее, чем в Сочи. Хоть тут и 130, а не 207. Ну, у меня прям что-то вандраж какой-то был. Во-первых, то, что я камеру прям держала сама. Я не знаю, там еще вот эта вот фигня. Она подойдет. Ну, надеюсь, хоть что-то видно. У меня руки до сих пор дрожат. Ну, я прям, я некрасиво прыгнула. Я хотела прям руки раскинуть. Но мне что-то было страшно. Пересралась я, если честно, прям пересралась. Обогорела что-то. Поднимаюсь. У нас есть несколько минут для того, чтобы сделать видео и фотографии самой популярной картинки в интернете с Бали. Но это не Бали. Это другой остров. Смотрите, какая красота. Это я красаветочка. Вот такая вот я. Смотрите, как я уже загорела. Прям темненькая шоколадка. Сейчас мы отправляемся в самый популярный клуб Бали. Называется Савая. Там очень красиво, прикольно. Находится на склоне горы тоже. Блин, осталось всего лишь два дня. И мы улетаем. Так грустно. Ничего-то как-то не хватило. Я хочу еще остаться. А еще мы завтра переезжаем в новый отель. Мы решили перед тем, как улетать, переехать еще в Куту. Получается, на один день. На два. Короче, на два дня мы в Куту. Чтобы поближе было к аэропорту. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну вот и все, друзья. Наше путешествие закончилось. Я уже в аэропорту. И что хочу сказать? Спасибо, что были все равно. Обязательно ставьте свои пальчики вверх. Пишите комментарии, как вам Бали. Ну а мы увидимся в следующем ролике. А с вами была я и Екатерина Голшева. Я и кей, но я и шоу садик. Сиди. 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 Сиди.